Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Беседа Иоанна Златоуста о том, что домашняя война бывает за грехи. Откуда источник греха, оттуда и бич наказания? Давид ввел в дом свой чужую Агницу, убив пастыря. И Агнец из собственного дома его стал бодать своего пастыря. Он внес войну в чужой дом, и из собственного дома его восстала против него война. Против Давида восстал сын его за умещрение Урии и принятие жены его. Послушай Бога, который сказал Давиду через пророка Нафана. И отныне не отступит меч от дома твоего до века. Второе царство, 12-10. Ты расстек мечом чужой дом, а я приготовлю меч на тебя в твоем доме. Вот я воздвигну на тебя зло от дома твоего. Не откуда-нибудь извне, но от дома твоего. 11-й стих. И ныне многие ведут войну в домах своих. Один встречает войну от жены, другой осаждается сыном, иной терпит неприятности от брата, иной от слуги. И каждый мучится, досадует, сражается, причиняет войну и поражается войною. Но никто не думает, рассуждая сам себе, что если бы он не посеял грехов, то не возросли бы в доме его тернии волцы. Если бы не подложил искры греховных, то не воспламенился бы дом его. А что домашнее бедствие – суть плоды грехов, и что исполнителями наказания грешнику Бог назначает домашних его, об этом свидетельствует Божественное Писание, которого нет ничего достовернее. С тобою ведет войну жена. Приходит во им, встречает тебя, как дикий зверь, и защищает язык свой, как меч. Прискорбно, что помощница сделалась противницей, но исследуй самого себя, не замышлял ли в юности чего-нибудь против какой-нибудь женщины. И вот оскорбление женщины отмечается женщиною, и чужую рану врачует собственная жена твоя. Хотя самодействующая не знает этого, но знает врач. Бог. Он действует на тебя, ею, как железом. И как железо не знает того, что делает, но врач знает совершаемое железом врачевание. Так и здесь. Хотя жена, поражающая, и муж поражаемый, не знают причины поражения, но Бог, как врач, знает, что полезно. А что злая жена есть бич за грехи, об этом свидетельствует Божественное Писание. Оно говорит, что злая жена достается грешному мужу. Сырахов 25-21. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее. Она дается ему как горькое лекарство, истребляющее греховные соки. И что нападение от детей – суть также наказания за грехи тому свидетель Давид, гонимый сыном своим, Авесоломом, за беззаконную связь. И что братья враждуют против братьев также за грехи. О том свидетельствует книга судей. Когда братья нападают на тебя, то не столько сетуй на них, сколько смотри на самого себя и тщательно исследуй, за какие грехи братья сделали своими врагами. Впрочем, не все за грехи терпят нападение от братьев. Так, Иосиф терпел нападение от братьев, но совсем не за грехи. И Иофа подвергался наветам жены, но совсем не за грехи. Для большей части людей за грехи их домашние бывают их врагами. Иногда и друзья за грехи превращаются во врагов. И прежде любившие начинают ненавидеть и отвращаться, потому что Бог попускает такую ненависть между ними по известным ему причинам. Так о египтянах написано в Салме 104. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. А Бог не попустил бы ненависти, если бы прежде любовь их не была порочную. Кому любовь служила к погибели, тому ненависть делается побуждением к добродетели. И рабы и подчиненные часто восставали на господ своих за грехи их. Так посмотри, когда Адам еще не согрешил, тогда и звери служили и подчинялись ему. И он нарицал имена им, как рабам своим. А когда он запятнал лицо своим грехом, тогда звери не узнали его, и из рабов сделались его врагами. И когда домашний пес служит тому, кто питает его, боится и трепещет его, а если вдруг увидит его с лицом запачканным сажей или покрытую чужою маскою, то бросается на него, как на чужого, и покушается растерзать его. Так было и с Адамом. Доколе он сохранял чистым лицо свое, созданное по образу Божию, да то ли звери подчинялись ему, как рабы. А когда он запятнал лицо свое непослушанием, то они не узнали его и стали враждовать против него, как чужого. Таким образом, и восстание рабов бывает воздаянием за грехи. Праведен был Даниил, и львы признали владычество его. Они видели его непричастным к греху и оставили его непричастным к наказанию. Даниила 6.22 Согрешил солгавший пророк и встретил его лев на пути и умертвил. 3 царств 13.24 Он запятнал себя ложью, и лев не узнал его. Если бы лев увидел в нем пророка, подобного Даниилу, то почтил бы его. Но он нашел лже-пророка и потому напал на него, как на чужого. Владыка солгал, и раб отвергнул владычество его. Но что я говорю о домашних бедствиях, если и само тело наше, которое всего ближе и любезнее нам, иногда враждует против нас, когда мы согрешаем, отчаян нам горячками, другими болезнями и страданиями. И если и раболепствующее тело наказывает владычествующую душу, когда оно согрешает, не потому, чтобы оно хотело этого, но потому, что дело так заповедано ему. Об этом свидетельствует Христос, который сказал исцеленному расслабленному. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Итак, узнав, братья, что войны от домашних, родных и рабов, и болезни телесные большей частью бывают за грехи, будем истреблять источник зол грех. Аминь. Господи!